Жена меня испилила за лук вообще полный прием. Говорит, ты ничего не делаешь, значит, я лук покупаю за 47 рублей. Я специально схожу, посмотри, где ты покупаешь лук за 47 рублей. Огурцы по цене куриного мяса, помидоры по цене рыбы. Контрольную закупку сегодня проводит инспекция во главе с заместителем губернатора. На рынке Нобелинского проверяют цены не только розничные, но и закупочные. Нарушения налицо. Продавцы, у которых нет накладных, бесконтрольно завышают цены. Лук 40 рублей килограмм. Как давно держится эта цена на лук? Неделю-полтора. До этого была как? Мясо, птицы и молочные продукты на рынках в основном местного производства. Цены на них растут медленно, но активность покупателей упала вдвое, сетуют продавцы. Стоим, ждем, кто придет, кого поймать, кому продать. Зато овощи теперь многим стали не по карману. Овощи ужасно. Помидоры 200, огурцы за 200, капуста 40 рублей, морковь 40 рублей. Это вообще беспредельно просто. Но это очень дорогие. Я их беру только в какие-то праздники, торжества. Руководство рынка и предприниматели стараются сдерживать цены общими усилиями. Аренду мы с начала 2013 года не поднимали и не планируем поднимать. То есть это второй фактор, который влияет на ценообразование у предпринимателей. Поток крупного гипермаркета в Дзержинском районе 5000 человек в день. Александр Шилов сравнивает стоимость аналогичных товаров. Заключает, в магазине дешевле. Однако ярославских продуктов значительно меньше, а значит, встает вопрос о качестве этих продуктов. Александр Шилович, а вы как-то сами поменяли свою продуктовую корзину? Поменял. Как? Ну как, как. Я вообще любитель наших продуктов и раньше был. Я вырос в селе и всегда потреблял наши продукты. Я вообще считаю, что в нашей колбасе мяса больше. Народу на рынках и в гипермаркетах меньше не стало. Однако для многих теперь поход по магазинам превращается в настоящий квест. Люди вынуждены искать более дешевые аналоги. А продавцы привычные товары фасуют совсем маленькими диетическими порциями. По итогам рейда комиссия выявила лишь несколько нарушений. Дефицита продуктов нет, а рост цен в пределах нормы. Чтобы не допустить спекуляций, власти планируют регулярно совершать контрольную закупку. Наталья Парфентьева, Сергей Мазилов. День в событиях.